Я вообще очень рад, что такой проект реализуется, потому что улица Карломарская, центральная улица, можно сказать, что это видит на карточках нашего города. Хотелось бы сказать, что не все проекты оказались в прошлом году в подмоченной репутации. Один из проектов, кстати, на прочем не делико от нас, стали шестерские клавы. И там, насколько я понимаю, минимальные претензии, наиболее серьезные тоже подвижки. А сейчас проект достаточно большой, стартовал уже и будет завершаться до 30 сентября. Я думаю, что, конечно, негодование граждан определенное уже есть, в частности, не появленным, может быть, по мнению, опять же, наших жителей, вывоза мусора. Потому что мусора достаточно много, мы это все видим. Но подрядчик обещает в любом случае это нормализовать, это все вывести. И опять же, мы понимаем, что если считать, что все это строительная площадка, а по сути так оно и есть, перегородить центральную улицу, ну ее физически просто невозможно. Поэтому я бы, собственно, хотел обратиться и к гражданам, смотреть под ноги на ограждения, на клиенту, который в плене, тоже обязательно обращать внимание. А со своей же стороны, как депутат, могу сказать, плохо, кто-то, наверное, депутат, который не лоббирует интересы свои депутатские, а, соответственно, жителей всего города. Мы с вами только что были на дворе скорой медицинской помощи, где хроническая достаточная проблема, это износ покрытия. Я надеюсь, что сотрудничество с администрацией города и вот с тем подрядчиком, который зашел на Карломарса, несмотря на то, что это не входит в проект и не может войти в проект, мы как-то постараемся решить эту проблему и убрать эти лужи, эти ямы в этом году в масштабах решения. А какие есть варианты, Владимир Сергеевич? Ну, на сегодня варианты, я так понимаю, самые простые, хотя бы тщательно выгировать и засыпать, и забутурить, ну, грубо говоря, хотя бы покрытием всем защитным. А дальше уже мы все равно будем решать вопрос с кальтированием.